17 часов местное время в эфире Вести Ульяновск. Добрый день. Смотрите выпуски. Лишили с мандатов. На территории Ульяновской области подано в суд 15 исковых заявлений, фактически являющихся однотипными территориальными избирательными комиссиями о взыскании с ряда лиц, которые являлись кандидатами на выборах денежных расходов на проведение повторных выборов. В Димитровграде сегодня судья вынес вердикт по делу Сергея Крючкова. Лично подписал новую лопасть. От края до края 62 метра, а вот вес этой детали незначительный, всего-то 12,5 тонн. Внутри отечественное стекловолокно. Пол-пред Игорь Комаров накануне побывал на ульяновских предприятиях. Пока школьники по домам, власти проверяют школы. Вот посмотрите здесь. Они знают все дорожные знаки. И поэтому, когда они идут в школу, они уже знают, где там, например, какой знак. О безопасных школьных маршрутах говорили накануне в губернаторском лицее. Несколько депутатов Димитровградской думы остались без мандатов. Сегодня в городе Атомщиков судом принято решение лишить депутатских полномочий Сергея Крючкова. Причем с формулировкой подлежит немедленному исполнению. По материалам дела, местом парламентария он поплатился за недостоверную декларацию о доходах. Крючков не указал в документе счет, на который за год поступило более 300 тысяч рублей, а также счета супруги и дочери. Кроме того, выяснилось, что во время избирательной кампании Крючков указал всего два счета, хотя по данным проверяющих их было не менее восьми. На территории Ульяновской области подано в суд 15 дисковых заявлений, фактически являющихся однотипными территориальными избирательными комиссиями, о взыскании с ряда лиц, которые являлись кандидатами на выборах денежных расходов на проведение повторных выборов. С чем это связано? В 2018 году ряд лиц выделился кандидатами в депутаты муниципальных образований, получили несколько депутатских мандатов и одновременно отказались от их получения, оставшись в одном муниципальном образовании по своему выбору. В связи с этим были назначены повторные выборы, которые, естественно, потребовали достаточно значительных денежных расходов. Законодательство как Российской Федерации, так и Ульяновской области позволяет нам взыскать с этих лиц денежные средства в полном объеме, в связи с чем данные иски были направлены в органы суда. Накануне по аналогичным обвинениям лишился мандата самый молодой депутат Димитровградской думы Владислав Хворов. Он не указал уже 400 тысяч рублей. Судебного разбирательства по таким же делам теперь ждут парламентарии Сергей Степаненко и Марс Хаби Ахмедов. У каждого из них нашли неотраженные в ежегодной декларации счета. В поле зрения служителей Фемиды попал и председатель городской думы города атомщиков Александр Ершин. Он возникался в нескольких муниципальных образованиях и отказался от получения депутатского мандата в трех из них. Общая сумма иска составляет приблизительно 915 тысяч рублей по всем трем выборам. Пока прошло первое заседание, по этому делу разбирательства продолжаются. Юбилейное крыло для российской ветроэнергетики сошло со стапелей Ульяновского завода. 150-ю лопасть прямо на производственной площадке подписали полномочный представитель президента в Приволжье и региональной власти. Подробности у Кристины Агафоновой. Масштабы производства поражают гостей. Это первая в стране площадка для изготовления лопастей ветровых генераторов. Номер юбилейной конструкции на композитном материале выводит полпред президента Игорь Комаров. Рядом подпись ставит и глава региона. От края до края 62 метра, а вот вес этой детали незначительный. Всего-то 12,5 тонн. Внутри отечественное стекловолокно. Хрупкую ткань слой за слоем раскладывают вручную. Затем пропитывают смолой и запекают. Конструкцию прочно скрепляют лонжероны из того же стекловолокна, а еще углеродные нити. Так называемый полутрузенный профиль. Вот это самый интересный и высокотехнологичный момент лопасти. Это укрепляющая лента, которая держит по всей длине конструкцию лопасти. Она, например, используется в современных самолетах, а вернее для укрепления крыла. Это ключевая площадка в локализации оборудований ветроэнергетики. Отрасль для российской экономики новая, но в Ульяновске зеленая энергия уже поступает в сеть. Юбилейная лопасть, правда, не для местного ветропарка. Ее транспортируют на юг. В планах и вовсе перешагнуть государственные границы. Данный проект реализуется в рамках договора специально-инвестиционного контракта совместно с Минпромторгом. И уже на текущем этапе у нашего предприятия есть обязательства по экспорту лопастей. Мы смотрим на рынок СНГ. Вы видите, как Средняя Азия в этом плане развивается. И дальше, соответственно, Европа. Действующий объем заказов поддерживают 380 рабочих. И это все местный персонал. Нам говорили, что до 2024 года продукции востребованы. Здесь тоже, наверное, вам приятно и важно знать, что такое перспективное производство с перспективой будущего развития. Это, конечно, хорошо. Так что будет увеличиваться. Может, еще и вам придется учить новых поступающих людей. А это авиационный конвейер. В цехе «Авиастара» Игорь Комаров знакомится с поточной линией сборки тяжелых транспортных самолетов. Роботизированную систему здесь запустили несколько месяцев назад. Но выгоду уже подсчитать успели. Трудоемкость снижается на треть. За счет этого, во-первых, высокая точность появляется с сборки. Во-вторых, часть операций в ручных они быстро исчезают. Сборка после стыковки автоматически происходит. Из этого конвейера «Авиастар» планирует выпускать 18 самолетов. В год. Кристина Агафонова и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. В регионе карантин. А тем временем учебные заведения проверяются на предмет безопасности школьных маршрутов. Проще говоря, дорог, по которым ходят дети. Высокие гости во главе с губернатором Сергеем Морозовым побывали в ряде школ за Свияжского района Ульяновска. Это фактически окраина города. Микрорайон Свияга – улица Отрадная. Расположенная здесь школа номер 76 весьма крупная. Более тысячи учеников. Почти все из соседних домов. И если даже путь до школы не слишком большой, прилегающую к учебному заведению территорию подробно изучили и взрослые, и дети. Вот посмотрите здесь. Они знают все дорожные знаки. И поэтому, когда они идут в школу, они уже знают, где там, например, какой знак. Если какой, например, светофор. Это тоже знают. Если зеленый, иди, желтый, значит, еще придержись, красный. Это вот все знают. Мы составили вот такой план-схему. Наша школа. А это вот все дома и дороги. Дома и дороги, а также школьная территория интересны высоким гостям и с точки зрения благоустройства как такового. Губернатор отмечает, что в его адрес поступало немало обращений с просьбами навести порядок. О проблеме знаем и по мере возможности решаем. Отчитываются городские власти. Помните, был вопрос по пешеходному переходу возле ФОП. Его сделали, его сделали в течение недели. Но сделали сегодня, отсыпали крошкой, знаки, все поставили. Единственное, что до 1 мая мы сделаем все в асфальте. Еще одна весьма насущная проблема в микрорайоне – освещение. Проект, предусматривающий эти работы, разработали. При этом готово участвовать и население. Действительно, сейчас уже начался первый этап восстановления освещения на территории школы. И действительно, я думаю, что это большой шаг. Но мы не останавливаемся на этом. Я как депутат Ульяновской городской думы инициирую реализацию проекта местные инистративы. А это губернаторский лицейн номер 100 в новом микрорайоне Юго-Западный. Учебное заведение открыто совсем недавно. Но и здесь есть свои вопросы по школьным маршрутам. Работает в школе общественный совет. И мы вместе с родителями проходили тот самый безопасный школьный маршрут. Совместно с администрацией Засвияжского района, совместно с администрацией города просматривали такие основные опасные моменты, которые до 1 сентября необходимо будет устранить. Однако, помимо этого, в сотом лицее есть и другая проблема. Район быстро разрастается и учебное заведение, рассчитанное на тысячу человек, уже сейчас переполнено. В этой связи на совещании зашел разговор о возможном строительстве в будущем еще одного учреждения и о перераспределении закрепленных за школами районов. В настоящее время проект перераспределения закрепленных за учебными заведениями территорий одобрен. Однако, глава региона дал поручение еще раз изучить данный вопрос, а также просил подготовить планы по ремонту школ Засвияжья. Елена Тимонина, Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Руками не трогать. Зоопарки в стране начали жить по новым правилам. Вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Его разработали более пяти лет. Но как скоро исчезнут контактные зоопарки, и кто теперь контролирует работу зрелищного бизнеса, расскажет Кристина Агафонова. Он был весь обгоревший. У него восстановился оперение, но плюв не восстановился. И видите, вот у него пальцы обожженные. Краснокнижный феникс едва выжил после пожара. В соседних вольерах такие же дикари. Вернуться в живую природу они уже не смогут. Одних люди покалечили, других просто разлюбили. Есть обитатели из контактных зоопарков, правда, выживают немногие. От ожирения, например, так и не смог оправиться енот. Одна из основных проблем животных в контактных зоопарках – это переедание. Потому что, собственно, на этом и зарабатывают контактные зоопарки. У нас получается так, что в любом случае есть определенный объем корма, который нужно скормить животным за сутки. Отдается детям, дети кормят. Если корма закончились, то, извините, на сегодня животные сытые, больше кормить нельзя. Центр спасения диких животных открыт для посетителей. Вот только контакт ограничен правилами. А это уже зоопарк поменьше. Его героев маленькие гости не выпускают из рук, а зоозащитники – из объективов телефонных камер. Тесные клетки, металлические поддоны – в этом трогательном бизнесе свои представления о комфорте и безопасности. Хороший ты. Какой ты хороший. А где у тебя вода? Определения «контактный зоопарк» в новом законе нет. Зрелищный бизнес с животными теперь придется лицензировать. Документы принимает Россельхознадзор. Его никто не закроет, если зоопарк выполнит определенные требования. Даже подразумевается некий контакт людей с животными. Но при условии, что у животного имеется своя зона, недоступная для людей. Естественно, будут требования предъявляться и к размерам клеток. Соответственно, все материалы должны быть безопасные, с которыми контактируют животные. С начала действия нового закона в ведомстве уже рассмотрели два обращения неравнодушных горожан. Основанием для проверки стали все те же телефонные записи. Однако угрозу жизни и здоровью животных не выявили. С законом очень много непонятного. Он еще не доработан до конца. Не совсем понятно, куда будут попадать животные, которых нельзя содержать. То есть есть список запрещенных животных. Нельзя содержать диких животных. Животные, которые были у людей, которые находились в контактных зоопарках. Куда их девать дальше? Ну, собственно, вот один из центров, кто будет помогать таким животным, кто их будет содержать, это будем мы. По замыслу авторов, новый свод правил должен защитить не только животных, но и самих посетителей зоопарков. Ведь предугадать действия зверя не может никто. Кристина Агафонова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Возможно ли зимой ремонтировать дороги? Вполне. Отвечают сотрудники муниципального предприятия «Дориемстрой». Рабочие с лопатами и другим спецоборудованием работали сегодня сразу в нескольких районах города. Латали дороги на 17 улиц. Технология работы проходит таким образом. Из ямы устраняется мусор, грязь. Потом с помощью газовых горелок выпаривается вода, лед, остатки. Закладывается холодный асфальт в бетонной смеси. Сверху укатывается рециклер. Он разогревает холодный асфальт, поддерживает на необходимые температуры. И укладывается смесь. Кроме того, сегодня взялись за вывоз снега с проспекта Нариманово, улиц 12 сентября, Кирово, Локомотивный, с проспектов Генерала Тюленева и Дружба народов. Продолжают очищать автомобильные дороги, тротуары и остановки, а также обработку дорожного полотна противогололедными реагентами. Всего на улицах Ульяновской сегодня работает 48 единиц спецтехники. Это было красиво. В Ульяновске наградили победителей конкурса «Бренд года-2019». Визитная карточка медиахолдинга «Мозаика» и престижная премия для производителей товаров и услуг состоялась уже в пятый раз. И, как всегда, за звание лучших боролись сотни местных компаний. В итоге все решило народное голосование. О тех, кто теперь нежится под лучами славы, Павел Игнатьев. Город в плену великого Гэтсби. Церемонии придали роскоши и блеска. Почтенная публика утопает в море джаза, бурлеска и неограниченного процветания. Повсюду элементы красивой жизни. Выйти в свет нужно эффектно. Сегодняшнее подведение итогов будет яркой, завершающей такой феерической церемонией, где мы сможем поздравить тех, чьи торговые марки, чьи бренды предпочитают жители Ульяновского области. А здесь состоится главное событие сегодняшнего вечера. Люди узнают, кому достанутся заветные статуэтки званий по-настоящему народного бренда. Они не ловили удачу за хвост. Птица счастья сама прилетела как награда за усердный и честный труд. Номинантов поддержали рублем, потом голосами. Выборы лучших – публичные и открытые. В зале трепет перед объявлением итогов и легкий джаз, чтобы снять напряжение. Награды получили свыше 30 местных компаний. Это организации, которые создают уют, налаживают связь и работают для своих потребителей. Призами отмечают тех, кто строит, лечит и кормит, проводит торжества и выпускает новости. Лучшими признаются самые надежные, качественные и преданные своему делу. Мы тоже бренд. Несмотря на то, что мы не деловые люди, мы творческие. Но, тем не менее, мы представляем нашу область, и поэтому награда заслужена. 2019 год для нас был юбилейным. В 2019 году мы перешли в цифровое вещание, и нас стало больше в медиапространстве. И по-прежнему мы каждый день работаем для вас. В качестве призов лучи славы, нескончаемая народная любовь и золотой диплом. Признание, которое нужно заслужить. Заслужив взять в руки и поставить на полку. Дальше доказывать статус лучших и пополнять коллекцию наград. Павел Игнатьев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Льготники требуют положенные по закону лекарства. Секреты нездоровой спортивной ходьбы от медиков. Нижней Тимирсианской больницы и оптимизация в образовании Цельницкого района. Обо всем подробно расскажет сегодня Эдуард Истомин в своей авторской программе «Правда и справедливость». Смотрите на телеканале «Россия-24» сегодня в 21 час. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А мы встретимся традиционно вновь в 20 часов 44 минуты по местному времени. На дорогах местами гололедится. Продолжение следует... Продолжение следует...